Журнал Значит, журнал старейшее научно-методическое издание, которому в прошлом году использовалось, не поверите, 75 лет. Он был создан в Лехе 37-е, и вот такой длинный путь он уже прошел. Это единственное издание по методике обучения химии, которое прошло государственную регистрацию в смысле того, что он находится в списках ВАК, то есть высшая аттестационная комиссия Российской Федерации, то есть публикация в этом журнале зачитывается при защите кандидатских и докторских диссертаций по специальности методик обучения химии и педагогика. Так что журнал с богатыми традициями, журнал, вокруг которого аккумулируются все новейшие теории, методики, инновации, модернизации. Это журнал, который во все времена отражал, как говорится, все точки зрения на процесс образования. И это журнал практически и для учителей, и для научных работников, которые чертят какую-то практическую составляющую для своих исследований. И это журнал, который действительно пользуется авторитетом. В современном, так сказать, виде нам сейчас выживать страшно сложно. Именно потому, что меняются поколения учителей и те люди, которые привыкли к журналу и совершенно не могут без него жить. Сегодня приходят новые учителя, которые не приобщены к нему, которым довольно в ряде случаев ползать по, я так говорю, и это я отвечаю за свои слова, ползать по интернету в поисках чего-то того, чего не может быть. И это сказки. Потому что профессионал, и тем более учитель, который всегда должен заниматься самообразованием, он не может довольствоваться только тем, что лежит на поверхности. Нужно глубоко читать, он глубоко переосмысливать все, что касается серьезных проблем в области содержания, методики преподавания, приемов, средств обучения. Поэтому журнал обязан быть у учителя, который думает о том, чтобы он должен стать хорошим учителем, без него войтись не должен. Поэтому я считаю, что сегодня мы несколько утратили свои позиции, в смысле, вы понимаете, да, в смысле распространения журнала. Я очень рассчитываю на то, что вот такие встречи на конкурсах, вот мои выступления и ваши, между прочим, как каких-то средств проводников вот этих мыслей, в галоритве студенчества, это как бы тоже будет способствовать тому, что журнал тоже будет жить. Потому что, вы знаете, наш опыт жизненный уже показывает, что очень легко разрушается все, очень легко восстановить, и тем более поддержать, и тем более как-то сплачиваться над какой-то вот хорошей идеей. Это очень трудная задача, на это мы сейчас работаем. Делаются совершенно, я бы сказала, очень такие какие-то странные высказывания, что типа, зачем мне вообще нужна была химия, и вообще зачем вообще эта химия, если я потом никогда к ней не обращался. А то, что человек потом каждый день, он привык к тому, что он обращается с моющими средствами, что он обращается с различными химическими препаратами в быту, просто в быту. Но человек, который, так говорит, какая-то странная ситуация, понимаете? Да, химия сложна. Да, для химии, для того, чтобы знать химию и учить химию, нужно прикладывать определенные затраты. Да, даже я скажу другое, не каждый способен хорошо знать химию, но то, что химия совершенно необходима предмет в системе школьного в том или ином объеме истребить химию просто в стране, которая богата нефтью, газом, перед которой стоит задача переработки не гнать просто, продавать вот эти все наши природные ресурсы где-то на Западе, а научиться как следует с ними работать, открывать предприятия. И откуда же будут наши предприятия, кто будет ими, так сказать, на них работать, кто будет ими управлять, если у нас выродится химия и в школе, и в вузах, и везде. Вы понимаете, мне трудно судить, потому что все участники сегодняшние, все выступающие, это мои авторы. Я же с ними постоянно имею дело, они все публикуются на страницах журнала. Это мои, можно сказать, право фланговые, поэтому я постоянно с ними имею дело. И многие материалы из тех, которые сегодня уже даже были представлены на существо многоуважаемой аудитории, они же уже многие прошли апробацию в этом же журнале, и я многие из них знаю, знаю их идеи, их мысли. Счастье, что еще остались люди, которые понимают, как важно нам собираться, как важно нам обсуждать вот эти вот проблемы, ведь я же понимаю прекрасно, сколько у всех проблем здесь. И тем не менее, находят время, чтобы еще отвлечься на вот эту вот полусумасшедшую аудиторию, в которой душа горит, душа горит. Люди здесь все очень интересные, очень своеобразные, но тем не менее, посмотрим талантливые и, безусловно, болеющие душой за то, что происходит в нашем обществе. Субтитры создавал DimaTorzok